Добрый вечер, коллеги. Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Еще раз всех приветствую на нашем еженедельном вебинаре, который называется «Технический анализ Price Action», вебинар, на котором мы разбираем текущую ситуацию на рынке и смотрим, какие перспективы у нас есть на предстоящую неделю. Также, коллеги, небольшое объявление на следующую неделю, а на следующей неделе у нас вебинар мы пропустим, так как я буду находиться в отпуске и возобновим уже наши встречи в октябре, то есть со 2 октября. Соответственно, 25 сентября, то есть вебинар, который стартует через неделю, мы его пропустим, но об этом я еще тоже скажу в конце вебинара тем, кто подойдет чуть позже. Хорошо, будем начинать, так как всегда перед началом вебинара предупреждение о рисках, важно понимать, что торговля на финансовых рынках сопряжена с долей риска, порой риск может быть чрезвычайно высоким и прежде чем переходить к работе на реальном счету, работать с кредитным плечом, то есть с основополагающими моментами, важно разобраться со всеми рисками и уже только после этого переходить на реальный счет. Ну и также вся информация, которая предоставляется на данном вебинаре не может являться прямой рекомендацией к действию, а вебинар проводится только в целях вашего обучения и повышения финансовой грамотности. Меня зовут Исаков Роман, для тех, кто присутствует уже впервые, я вижу много имен наших постоянных участников, постоянных слушателей, но представлюсь для тех, кто пришел впервые. Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, отвечаю за такие регионы, как Россия, Украина, страны СНГ. В компании Admiral Markets работаю уже более пяти лет, ну а мой опыт трейдинга, то, что наиболее важно в рамках данного вебинара, составляет порядка восьми лет. Ну и фактически на этом вебинаре я делюсь своими наработками, своим опытом и отвечаю на ваши вопросы. Коллеги, вот как раз хотелось бы узнать, кто у нас присутствует впервые на этом вебинаре, пожалуйста, обозначите себя, напишите в чат цифру 1, да, и я буду понимать, какое количество у нас участников пришло впервые. Расскажу несколько слов о структуре вебинара, то, чем мы занимаемся и в целом о нашем взаимодействии в рамках вебинара. В правом нижнем углу чата есть окно «Введите сообщение», кнопки «Отправить» нет, поэтому вы просто набираете ваше сообщение, нажимаете «Энтер» и я его вижу. Вот вижу, да, что Алексей, Павел, еще Алексей, да, участники, которые пришли впервые. Отлично. Значит, что мы делаем в рамках этого вебинара? Я думаю, что когда мы перейдем уже к разбору рынка, вам будет более понятно, но я несколько вас введу в курс дела. На этом вебинаре мы разбираем, во-первых, смотрим, что было на неделе предыдущей, подводим итоги и осмотрим, какие перспективы нас ждут на неделе предстоящей. Разбираем мы рынок с точки зрения анализа, который называется price action, но это, так скажем, не тот классический анализ price action, который можно прочитать. А в целом мы ищем те паттерны, да, то есть price action это поиск паттернов, которые нам могут либо подсказать продолжение тренда, либо его разворот. И вот как раз на этом мы концентрируем наше внимание. Соответственно, как мы это делаем, уже разберем непосредственно на графике, когда мы будем смотреть рынок. И что еще важно, да, ситуация на рынке может поменяться уже завтра, да, и для этого потребуется внести в корректировки ваш план, торговую систему и важно оперативно получать эти обновления. Поэтому для всех участников, да, кто пришел впервые, да, или кто присутствует у нас уже давно, но пока еще этого не сделал, я рекомендую подписаться на наш YouTube канал. Там можно нажать на колокольчик и вам будут приходить обновления о новых видео. Каждое утро до 10-11 часов по Москве на наш YouTube канал я загружаю буквально 5-минутный видеообзор тех важных ситуаций, на которые важно обратить внимание в этот торговый день. Поэтому, чтобы вы были в курсе данных обновлений, я рекомендую подписаться, да, нажать на колокольчик и вам будут приходить обновления. Ну и следующий элемент нашего взаимодействия, да, то есть помимо того, что я вам что-то рассказываю, я также отвечаю на ваши вопросы. Сейчас я напишу свою почту и рекомендую сразу же всем ее сохранить, да, у кого ее еще нет, и скажу, что на нее можно присылать, соответственно. Я думаю, что такая ситуация была у всех, когда вы присутствуете на каком-то вебинаре, да, идет разбор какой-то торговой стратегии, какой-то торговой ситуации. Все, я думаю, понятно, да, потому что я рассказываю вам свое видение, да, это я делаю уже довольно-таки давно. Но и порой, да, то есть, когда вы смотрите, кажется, все понятно. Но в тот момент, когда вы переходите уже к анализу рынка самостоятельно, да, когда там через день, через два включаете терминал, пытаетесь найти ситуацию на вход, да. Вот в этот момент как раз и появляется больше всего вопросов. И я призываю всех участников, когда у вас возникает этот вопрос, его фиксировать, делать скриншот той ситуации, которая вам непонятна, и присылать мне на почту. И тогда уже на следующем вебинаре мы эту ситуацию разберем. Во-первых, будет понятней вам, да, то есть тем, кто пришлет ваш вопрос, ну и остальным участникам это также будет полезно, потому что ситуации очень часто будут повторяться. Поэтому вот в таком режиме мы будем работать. Во-первых, отслеживаем рынок, да, смотрим актуальные ситуации на текущий момент, и я отвечаю, соответственно, на ваши вопросы. По вебинару текущему также, если у вас вопрос возникает в ходе вебинара, в ходе разбора какой-то ситуации, сразу его пишите в чат, и будем на нем останавливаться. Поэтому на этих вебинарах всегда лучше присутствовать онлайн. Если у вас это не получается, то на следующий день запись у нас добавляется, вы сможете ее также посмотреть, найти на нашем YouTube-канале. Хорошо, еще несколько слов о компании Admiral Markets. Прежде чем мы перейдем уже к разбору ситуации, вот мы начали с предупреждения о рисках, и один из важных элементов, которому не так часто уделяют трейдеры внимание, это выбор надежного партнера, то есть риск партнерства, который, безусловно, возникает. Поэтому, когда вы выбираете для себя компанию, я надеюсь, что это будет компания Admiral Markets, но, тем не менее, важно уделять ваше внимание тем ситуациям, которые действительно важны для трейдеров, и чтобы вы были уверены, что ваш партнер, через которого вы будете торговать, соответствует высоким стандартам. К примеру, это лицензирование. Компания Admiral Markets лицензирована в Великобритании, это лицензия FCA, вот перед вами есть ее номер, вы можете ее посмотреть, зайти на сайт регулятора и, соответственно, проверить. Что это дает? То есть, когда компания лицензирована, это означает, что компания подтвердяется большому количеству проверок. И, что важно для трейдеров, это ваша защищенность и сохранность ваших средств. К примеру, один из плюсов лицензии, то есть, такой материальный, который, наверное, является основополагающим, то, что ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов. На тот случай, если с компанией что-то случится, да, если компания может отвечать по своим обязательствам. В этом случае специального фонда вам будут восстановлены, точнее, возвращены, да, ваши средства на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов из специального фонда. Опять же, на нашем сайте, на сайте Admiral Markets в разделе «О компании» вы можете более подробно это почитать. Но, знаете, что это есть. Пункт номер три. Это уникальная платформа Netatrader 4, а теперь Netatrader 5 Supreme Edition, которая расширяет стандартный функционал. Мы очень часто разбираем эти функции на наших вебинарах. Не будем мы останавливаться на разборе всех, потому что эти функции порядка 60. То есть, это набор индикаторов, набор осцилляторов, которые позволяют вам просто упростить вашу торговлю. И этот плагин, он устанавливается на стандартный Netatrader, который расширяет его функционал. Пункт номер четыре. Это настройки защиты от волатильности. Вот здесь это та разработка, которая была внедрена нашими специалистами, которая позволяет уменьшить риск вашей торговли на волатильном рынке. То есть, когда выходят новости, да, когда рынок нестабилен, очень часто возникают такие ситуации, как, например, проскальзе. Это, безусловно, рыночная ситуация, и это всегда будет. Но в определенных ситуациях этот риск можно минимизировать. Вот как раз настройки защиты от волатильности за это и отвечают. На нашем YouTube-канале также вы можете найти видео, просто в поиске «Набрать защиту от волатильности». И там будет видео, оно идет буквально 10 минут, где я рассказываю об основных функциях, то есть, где их лучше применять и как они работают. Если вы сталкивались с такими ситуациями, когда у вас цена доходила, например, до тейк-профита, касалась буквально один пункт, одним пунктом и не исполнялась. Это абсолютно рыночная ситуация, потому что для исполнения тейк-профита, тейк-профит может быть исполнен только либо по запрошенной цене, либо по цене лучше. То есть, здесь используется подтверждающая котировка. То есть, если цена коснулась вашего тейк-профита, то есть, дошла до цены, например, 1.35, то нужна следующая котировка, либо по этой же цене, либо выше, чтобы ордер был исполнен. Но такое бывает не всегда. То есть, цена бывает доходит, и следующая котировка уже возвращается обратно, соответственно, ордер тейк-профит не исполняется. К примеру, есть функция, которая позволяет вам вместо того, чтобы дожидаться подтверждающую котировку по цене лучше, посылать в рынок просто рыночный ордер, который закрывает вашу сделку по тейк-профиту. Возможно, цена будет хуже, потому что посылается обычный рыночный ордер, но сделка ваша закроется. То есть, уже вы вот этот риск неисполнение сможете минимизировать. Поэтому обратите на это внимание. Если вам потребуется помощь в том, чтобы разобраться, как это работает, ваш персональный менеджер, у каждого в компании он есть, обязательно поможет вам с этим разобраться. Если какие-то вопросы возникнут, напишите мне на почту, я сориентирую вас, кто ваш менеджер, и, соответственно, вам помогут это сделать. Ну и пункт номер пять, который говорит о том, что компания AdneroMarkets является одним из мировых лидеров по предоставлению услуг. На конец 2016 года, практически год назад, сейчас уже пока свежих цифр нет, будут чуть позже, но на тот момент компания AdneroMarkets является пятнадцатым брокером по торговому объему уже в мировом рейтинге. Это тоже важно, чтобы компания была глобальной, было глобальное присутствие. Хорошо, коллеги, если сейчас по основным моментам мы с вами поговорили, если вопросы какие-то по компании AdneroMarkets также возникнут чуть позже, я с удовольствием на них отвечу. А сейчас мы перейдем уже к MetaTrader и начнем смотреть, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Сейчас я запускаю MetaTrader и мне от вас потребуется плюсик, что у вас он виден. Также, коллеги, хотел напомнить, боюсь забыть в конце об этом сказать, скажу это сейчас, мы запускаем такой новый формат, несколько обновленный формат нашей аналитики. Я думаю, что мой коллега Фредерик, Фредерик Даниэль, тот человек в нашей компании, кто отвечает за фундаментальный анализ, он на этом специализируется, будет проводить новый формат обзора фундаментальных событий. Формат заключается в том, что в тот момент, когда будут выходить важные данные, особенно это касается пресс-конференции, к примеру, Европейского центрального банка ФРС, он будет делать перевод в режиме реального времени. У нас данная трансляция запланирована на среду, на среду 21.00 по Москве. На нашем YouTube-канале, когда вы подпишетесь, там прямо в шапке будет ссылка на прямую трансляцию. Я сейчас ее вам тоже пришлю, чтобы вы смогли поставить себе напоминание и подключиться тогда, когда она будет проходить. На этом обзоре Фредерик будет онлайн транслировать, то есть переводить то, что будет говорить выступающий человек, кто будет проводить пресс-конференцию и давать оценку рынка, то есть что будет происходить и как это может повлиять. Поэтому для того, чтобы присутствовать онлайн, перейдите по ссылке, нажмите напомнить, и вам придет тоже напоминание, когда эта трансляция будет проходить. Первая у нас запланирована на среду 21.00 по Москве. Хорошо, об этом я напомнил, еще раз это сделаю в конце вебинара. Сейчас, коллеги, перед вами должен быть метатрейдер, пара евро-доллар. Поставьте, пожалуйста, плюс, что она у вас появилась, что вы ее видите. Давайте переходить, давайте будем смотреть, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Я напоминаю о том, что трейдинг – это поиск вероятности. Наша с вами задача – выработать такой подход, такую торговую систему, которая нам позволит присоединяться к рынку. Я подчеркну то, что именно присоединяться, а не стараться угадать, где он может развернуться. Я не сторонник торговли чисто от уровней. Потому что я тоже делал мониторинг, смотрел определенные обзоры, вебинары, аналитику, которую проводят трейдеры. И многие из них акцентируют внимание на торговле от уровня. Я соглашусь, что это, безусловно, важно. Но торговать, к примеру, просто от уровня, ставить, к примеру, у нас есть по паре евро-доллар уровень 1.20. Сейчас мы увидим. Я просто в нескольких словах поясню, что я имею в виду. То есть я в своей торговой системе не использую ситуацию, при которой сделка открывается только на основании того, что цена подошла к какому-то уровню. История знает очень много случаев, когда уровни абсолютно, к примеру, не работали на остановку. То есть если у нас цена подходит к какому-то значению, это не значит, что от нее пойдет разворот, пойдет коррекция или что-то поменяется. То есть мы должны находить уже те подтверждения, которые возникают у нас локально. И лучше использовать несколько таймфреймов. Когда вот на этом примере мы как раз и разберем, то есть переходить, к примеру, от дневного, четырехчасового до часового. То есть уже в рамках дневного мы видим основное направление, которое у нас присутствует на рынке, а уже подтверждающий сигнал на присоединение формируется уже на более мелкие таймфреймы. То есть я в своей торговой использую часовой, это минимальный таймфрейм. Те трейдеры, кто может уделять больше времени торговле, уже могут переходить чуть меньше, искать более точные сигналы. Но на мой взгляд, то, что выходит за рамки одного дня, это уже больше ценовой шум. И фактор влияет уже гораздо больше. Вообще, в принципе, в рамках этого вебинара и в рамках этого подхода, о котором я рассказываю, на мой взгляд, достаточно торговле уделять до часа в день. То есть для того, чтобы посмотреть, где сейчас цена, куда она пришла, какие уровни были пробиты и уже исходя из этого принять какое-то торговое решение. То есть нет смысла смотреть каждые 5 минут на телефоне, на планшете, на компьютере постоянно за ценой. То есть ее гипотизировать, что называется, не нужно. Так вот, пара евро-доллар. Что мы сейчас видим уже на более крупных таймфреймах? Во-первых, мы видим, что пара подошла к области сопротивления, уровень, который был у нас в 2012 году. То есть это значение в области 1.20.80. Мы к этому уровню сейчас подошли, и пара начинает корректироваться. На более мелком таймфрейме мы посмотрим об этом. Но если мы возьмем ту тенденцию, которая у нас идет с декабря 2016 года, то есть начало, которое мы отмечали в начале этого года, тенденция у нас сохраняется на укрепление по паре евро-доллара. Соответственно, для нас на текущий момент наиболее интересными сделками будут именно сделки на покупку. То есть тот момент, когда коррекция в рамках часа заканчивается, и мы присоединяемся уже с настроем двигаться дальше на укрепление. Но, безусловно, существуют критические уровни, критические зоны, после прохождения которых уже происходит перестройка нашего сценария. В рамках текущей ситуации по паре евро-доллар, в рамках дня, вот есть уровень, который мы можем взять для дневного таймфрейма, при прохождении которого уже мы можем рассматривать, например, продажи и говорить о том, что цена вернется к паритету с долларом, то есть пойдем на 1.02, дальше уже к паритету, но пока мы поступательными движениями тенденция на укрепление сохраняется, то нет смысла ловить разворот. То есть то, что цена подошла к этому уровню, развернется, она, безусловно, может это сделать, но мы получим это подтверждение чуть позже. То есть вот сказать здесь, что цена пойдет на 1.03, мы можем это предположить, но нам нужно подтверждение. То есть здесь есть разница в том, что с аналитической точки зрения мы можем выстроить это предположение, но нам, как трейдеров, нужно определенное решение. То есть нам нужен алгоритм, который позволит нам принять решение, входим мы в рынок или не входим мы в рынок. Вот здесь и есть отличия между аналитическими обзорами и всему прочему. Вот Анатолий сразу же задает вопрос по методу трех экранов. Не совсем так, все-таки соотношение таймфреймов – это достаточно универсальная система, которая работает вне зависимости от того, используете вы индикаторы в торговле или элементы price action. Здесь в любом случае из меньшего мы можем перерасти в большее, так и наоборот. То есть тенденция будет меняться постепенно. Соответственно, для нас должны быть вот эти критические зоны, вот эти критические уровни, которые мы отмечаем. Поэтому всегда важно смотреть несколько таймфреймов. То есть недостаточно смотреть только час или только 15 минут. Всегда нужно комбинировать это. И вот как один из универсальных, который я сказал, это день, 4 часа и час. На каких-то инструментах нужно смотреть еще неделю, день и час, к примеру. Если вы торгуете внутри дня, то опять же это может быть 5 минут, 30 минут и час. В любом случае эта комбинация существует. Так вот, сейчас, если мы смотрим пару евро-доллар, ориентируясь на дневной таймфрейм, на текущий момент мы можем говорить о том, что тенденция на укрепление остается в приоритете. И она таковой будет оставаться до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1.1663. Это те минимальные значения, которые мы видели в середине августа. Вот последняя коррекция, которая завершилась. Потом пошел следующий импульс. И вот здесь мы обозначим среднесрочный уровень. То есть, пока мы находимся выше этой точки, то и сделки на покупку остаются в приоритете. Что значит сделки остаются на покупку в приоритете? Можно работать, я думаю, что все знают, можно работать по тренду, можно работать против тренда. И те, и те сделки имеют право на жизнь. Но есть небольшая рекомендация, которая позволяет минимизировать риск с точки зрения того, что если коррекция идет, ну, если коррекция будет непродолжительной, здесь нужно комбинировать с точки зрения риск менеджмента. То есть, у вас, как у всех трейдеров, должно быть правило, каким объемом вы рискуете в сделке. То есть, здесь за это не отвечают ни кредитное плечо. То есть, кредитное плечо может быть какое угодно. 1.500, 1.100, его может не быть совсем. Но вы должны понимать, когда вы из этой, к примеру, сделки выйдете. Так и здесь. То есть, мы создаем критические уровни, при прохождении которых уже, соответственно, отменяется тот или иной сценарий. И когда вы работаете контртрендово, лучше уменьшать риск. То есть, вы должны знать, какой суммой вы рискуете. То есть, открывая сделку на покупку по паре евро-доллар, вы ставите для себя критическую область. То есть, другими словами, в эту точку вы ставите стоп-лосс, после прохождения которого уже сделка закрывается. Так вот, вы должны знать в деньгах, какой суммой вы рискуете. И если взять в процентах, то есть, если вы сделку открываете по тренду, это сделка, которая в перспективе может принести больший результат, большую прибыль, то вы можете использовать ваш стандартный риск. То есть, к примеру, 1% или 2% в зависимости от вашей рисковой составляющей. Так вот, если вы работаете контртрендово, небольшая рекомендация, уменьшайте риск в два раза. То есть, если для вас стандартный риск 1%, то работая против тренда, ставьте риск 0,5%. И тогда уже вы сможете компенсировать данный дисбаланс. Переходим дальше. То есть, здесь мы с вами посмотрели, что ближайший уровень для пары евро-доллар это область 1,1670, то есть, минимальное значение, которое было в середине августа. То есть, пока мы торгуемся, мы можем опуститься еще на 300 пунктов ниже, к примеру. И в рамках дневного таймфрейма это общие картины не поменяет. То есть, в этом смысл. И дальше, уже переходя на более мелкий таймфрейм, наша основная задача найти ту ситуацию, при которой вот эта коррекция заканчивается, коррекция закончилась, и мы получаем подтверждение на присоединение в сторону уже основного тренда. Что у нас, соответственно, есть по паре евро-доллар. И, коллеги, для тех, кто присутствует впервые, на что мы с вами обращаем внимание, на что я обращаю внимание и на что акцентирую внимание в рамках нашего вебинара. Это то, как закрываются торговые дни. Почему торговые дни? Во-первых, для валют это очень актуально, потому что у нас есть 4 основные торговые сессии, и есть 24 часа, когда торгуются валюты. Соответственно, если мы видим, что у нас каждая последующая торговая сессия, середина августа, идет выше и выше, то есть каждый торговый день, у меня включены разделители периодов, сетку можно убрать, она не столь информативна, но поставить разделители периодов очень важно, потому что на часовом таймфрейме мы видим расстояние в 24 часа, то есть в одни сутки. Соответственно, если мы каждый день видим, что тенденция идет все выше и выше, то есть каждый последующий минимум идет выше предыдущего, значит у нас тенденция сохраняется. В тот момент, когда, к примеру, было 29 августа, мы получаем максимальное значение, у нас есть минимальное значение. Затем на следующий день, обратите внимание, давайте мы с вами обозначим, вот был минимум, вот был максимум. Он здесь зеленой линией обозначен. Соответственно, на следующий день, уже 30 августа, мы видим, что цена заходит за минимум предыдущего дня и за ним закрепляется. То есть закрепление это в рамках часового таймфрейма, ну и в принципе по свечному анализу, вне зависимости от того, какой таймфрейм вы используете, эта свеча должна и открыться, и закрыться за уровнем. В зависимости от того, какой таймфрейм вы выбрали, это правило будет работать универсально. То есть уже после того, как мы получаем свечу, закрытую за этим уровнем, то мы можем говорить о начале коррекции. Мы видим в начале дня, ну здесь уже было не начало, это 9-10 часов, как раз начинает торговаться Европа. Мы видим, что были попытки проколоть тенями этот уровень. Давайте чуть поближе это сделаю, чтобы было лучше видно. Были попытки этот уровень проколоть, они еще не являются подтверждением пробития. То есть если у вас стоял уровень стоп-лот за этим уровнем, то он мог вполне вероятно, к примеру, сработать. Но для того, чтобы инициировать уже новую сделку на вход, на продажу, нам нужно дождаться свечи, которая и откроется, и закроется за этим уровнем. То есть такой свечой была уже, свеча 15-часовая, как раз когда уже пришла, собственно, Америка началась торговать. И вот с этой свечи мы можем говорить о том, что началось вот это восходящее движение, которое предшествовало достижению максимума в области 1,20-60, она закончилась на какой-то промежуток времени, и у нас началась коррекция. Соответственно, что дальше мы сделаем? На что важно обращать внимание? Это искать те ситуации, при которых уже вновь начавшаяся коррекция заканчивается, и мы переходим уже к покупкам. И мы уже вновь можем перейти к покупкам. Соответственно, для этого мы также отслеживаем то, как у нас закрываются торговые дни. Обращу ваше внимание, 13 сентября, это у нас была среда на прошлой неделе, у нас появились как раз первые предпосылки на завершение коррекции. Мы видим 12 сентября, у нас есть максимальное значение и есть минимальное значение. Соответственно, на следующий день, 13 сентября, уже мы получаем подтверждение того, что цена может начать свое движение восходящее. То есть, опять же, в данном случае это наиболее вероятный исход. То есть, мы не можем говорить о том, что вот именно отсюда мы пойдем на покупки. То есть, мы развернемся и покупки начались. Вот в этой ситуации они наиболее вероятны. К концу дня, к концу торговой сессии, мы видим фактически отмену данного сентября. То есть, если мы заходили вот здесь, в этой точке на покупку, где был сигнал и уровень стоп-лосса у нас тоже был обозначен, это минимальное значение 12 сентября, то к концу торговой сессии уже произошла отмена данного сценария. То есть, фактически входя здесь, мы могли получить стоп-лосс и из этой позиции выйти. То есть, на текущий момент рынок еще не был готов к продолжению покупок. И переходим уже дальше, ищем, соответственно, следующую ситуацию, которая появилась, собственно, уже в пятницу. Мы видим то, что цена, ну, во-первых, 14 сентября, то есть отсюда дошла еще порядка 90 пунктов, прошла вниз. То есть, вот еще такой небольшой момент для тех, кто не использует стоп-лосс в своих позициях. Периодически, я думаю, что многие сталкивались с тем, что поставили стоп-лосс, он сработал, затем цена прошла 50 пунктов, 100 пунктов, 200 пунктов, а потом начинает двигаться в вашу сторону. И трейдеры начинают думать о том, что не поставил бы я стоп-лосс, то есть не получил бы я убыток, а просто пересидел, то цена могла пойти, собственно, в мою сторону. Если тренд сохраняется, а тренды могут быть год, два, три года, это будет актуально. Но рано или поздно, если придерживаться такой стратегии, найдется та ситуация, в которой тренд поменяется. Опять же, история знает очень много примеров, когда тренд менялся, и трейдеры вместо спекулянтов превращались уже в долгосрочных инвесторов. То есть не закрывалась позиция, и, собственно, цена продолжала идти не в сторону трейдера, а в противоположную. И, собственно, уже дальше сделку закрыть было гораздо сложнее. Так вот, на мой взгляд, когда вы открываете сделку, всегда важно понимать, где вы выйдете. Во-первых, это будет проще с точки зрения психологии, потому что вы знаете сразу же ваши риски. И даже если сработает стоп-лост, то вы уже были к нему готовы в момент принятия решения. Важно об этом помнить. Когда появляется уже следующая ситуация, то есть уже рынок получает новые данные через день, через два, через неделю, через месяц. И эти новые данные уже, соответственно, могут нам показать новую ситуацию на вход. Так вот, что мы видим сейчас. Соответственно, 14-го числа у нас был локальный минимум. Да, вот мы видим максимальное значение за этот день, видим минимальное значение за этот день, а вот уже в пятницу цена закрепляется вновь за этим уровнем, за максимальным значением, которое у нас было. При пробитии уровня наиболее таким универсальным способом присоединения является как раз та область, которая была пробита. То есть в данном случае, если у нас был максимум 14-го числа, это область 1.19.22, то есть в тот момент, когда мы, например, открываем график в середине рабочего дня, видим, что цена находится здесь, у нас есть фактически два способа. То есть мы можем открыть сделку по рынку, вот здесь и сейчас, либо поставить отложенный ордер. Такой наиболее универсальный способ – это ставить отложенный ордер, в данном случае, к примеру, buy limit, на уровень пробития. То есть вот на эту зеленую цену, ну, соответственно, брать нужно чуть выше, то есть не по самому значению, а на двойной, тройной средний спрейт по этой паре, чуть выше этого уровня. И тогда мы можем для себя получить более интересную цену для входа. И я напоминаю, что для трейдера важно не торговать, да, каждую ситуацию, выбирать те сделки, которые действительно будут интересны. То есть не чтобы нам рынок говорил, да, вот сейчас там пошла большая свеча, вот присоединюсь-ка я к ней, а действительно выбирать те ситуации, которые были бы интересны. Потому что здесь возникает второй момент. Это тот уровень, за который мы поставим наш стоп-лосс. В данном случае, после прохождения данного уровня, его целесообразно ставить на минимальное значение того дня, который и был пробит. То есть это область 1.18.38, да, данное минимальное значение. Если мы входим здесь, да, ну условно по максимальной цене у нас, стоп-лосс получается 140 пунктов. А ближайшая цель по движению, это область максимального значения, которую мы видели в начале сентября, то есть потенциал роста порядка 100 пунктов. То есть мы сразу же получаем сделку, которая для нас не столь интересна. То есть 140 пунктов убытка против 100 пунктов потенциальной прибыли. Ну естественно, что мы рассчитываем на более продолжительное движение, но изначально сделка должна вписываться в эти рамки. Но если мы устанавливаем отложенный ордер, к примеру, на уровень пробития, то мы сразу же получаем сделку, к примеру, с потенциалом риска 90 пунктов, с потенциалом прибыли 150. То есть уже соотношение получается примерно 1 к 2. И эта сделка, ну чуть меньше, чем 1 к 2, но эта сделка уже становится более интересной. Поэтому важно торговать те ситуации, которые интересно использовать для трейдеров. Так вот, на текущий момент, собственно, тенденция после пробития данного уровня, ситуация остается той же самой. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Ну и ближайший уровень отмены данного сценария у нас находится на минимальной значениях, которые были, собственно, 14 августа. Это уровень такой более среднесрочный, ну а локально это минимум, минимум, который был, собственно, в пятницу. То есть если пара уходит ниже данного уровня, закрепляется за ним, то тогда возникает вероятность коррекции опять в область уже минимальной значения, в область 1.18. Поэтому на текущий момент важно понимать то, что установка стоп-лосс, на мой взгляд, имеет смысл пока оставить на минимальных значениях, которые были в пятницу. И я объясню почему. У нас есть такая стандартная модель, то есть как движется рынок, то есть как развиваются тенденции. У нас есть импульс и есть коррекция. Так вот, наиболее интересно, ну и наиболее работоспособно ставить стоп-лосс за тот уровень, с которого коррекция уже получила свое подтверждение. То есть если у нас был импульс, завершение этой коррекции, это будет обновление предыдущего максимума. То есть у нас был максимум здесь, в котором коррекция началась, и вот в тот момент, когда цена его пробьет, уже мы сможем стоп-лосс перемещать сюда, то есть за ценой. Бывают ситуации вот такие, когда цена до него не доходит, но начинает консолидироваться, например, то, что мы видим сейчас, в рамках того дня, то вот это движение имеет смысл рассматривать за одну эту волну коррекции. И уже переместить, к примеру, наш ордер стоп-лосс ближе, за ценой от того уровня, который у нас был, мы сможем в том случае, когда получим следующее. Вот у нас сейчас идет коррекция, но она еще пока не завершена. То есть завершение коррекции будет это обновление максимальной значения. То есть вот когда цена уйдет выше вот этого максимума, то есть вот то минимальное значение, которое у нас будет зафиксировано в этой волне, и будет той точкой, за которую разумно поставить стоп-лосс, то есть его переместить уже вот с данного значения. Возвращаюсь сейчас в чат. По индикаторам, то здесь, в принципе, мы используем, я рекомендую в пакете индикатор MetaTrader 4 Supreme Edition есть очень удобный индикатор, который называется Admiral High Low. Его можно найти в разделе индикатор, вот так он выглядит, и с помощью его мы можем обозначить максимальное минимальное значение дня за предыдущий день. Вот те пунктирные линии, которые у меня сейчас нанесены, к примеру, на график. И так будет гораздо удобнее искать данные ситуации на графике. То есть это позволяет несколько упростить визуальный поиск. Так вот, резюмируя сейчас пару евро-доллар, мы достаточно много времени на нее потратили, чтобы вот от и до ее разобрать, посмотреть, что на ней происходит. Сейчас тенденция на укрепление сохраняется, то есть покупки также остаются в приоритете по данному инструменту, а ближайший уровень стоп-лосс имеет смысл ставить пока за минимальное значение, которое у нас было в четверг на прошлой неделе. Уже следующий импульс в сторону нашего тренда, который даст нам подтверждение, что тенденция сохраняется, уже позволит нам стоп-лосс переместить, к примеру, чуть ближе, то есть на уровень открытия, к примеру, и постепенно его перемещать за ценой, потому что такие тренды бывают довольно-таки часто, особенно по паре евро-доллар. Очень длинные тренды мы видели практически весь год, поэтому важно также сделку сопровождать, что называется, локально. Хорошо, переходим дальше. Здесь ситуация несколько более интересна. По паре британский фунт. Росли мы очень активно. Последние две недели фактически с тех уровней, с которых мы отмечали начало данного восходящего движения, прошло порядка британский фунт от своих минимумов, где появился данный сигнал, прошел порядка 700 пунктов. Я беру, безусловно, до самых максимальных значений. Первоначальная цель была это движение в область 1.32, после ее уже преодоления, следующий импульс уже к следующим максимальным значениям. Если мы посмотрим, опять же, более крупный таймфрейм, более старший таймфрейм, то один из уровней сопротивления, который мы можем отметить с точки зрения технического анализа, это область, которая была отметкой 1.35-1.33, то есть те уровни, где мы, в принципе, можем получить какую-то остановку, зафиксировать наши позиции. Так вот, если мы посмотрим еще более крупный таймфрейм, месячный таймфрейм, то сюда уже попадает область значений минимальных, которые мы видели в 2009 году и, собственно, в 2001. И вот как раз вблизи этих уровней сейчас пара британский фунт и продолжает торговаться. И от этих уровней мы фактически видим сейчас начало коррекции, которой не было довольно-таки давно, но особенно после такого бурного роста эта коррекция рано или поздно может начаться. Так вот, давайте сейчас схематично отметим то, как мы можем отследить начало этой коррекции и уже потом найти ситуацию для присоединения по данному активу, по данной паре вновь на покупки. Что у нас есть? Что у нас есть на текущий момент? У нас есть максимальное значение. Это максимум, который был сегодня, область 1.36-1.14. И мы видим, что сейчас цена уже торгуется ниже открытия. Вот если мы посмотрим дневной таймфрейм, найдем опять же в рамках свечного анализа данную ситуацию, то фактически мы видим, что у нас сейчас мы открылись здесь, попытались уйти выше, ну и основополагающей будет та ситуация, при которой мы увидим, что цена закроется фактически ниже открытия. Вот это будет первый косвенный сигнал того, что коррекция может начаться. Теперь, что касается подтверждения, что здесь мы можем отметить и что мы можем искать уже завтра, ну и в течение следующей, ну и в ближайшей торговой неделе. Так вот, это минимальное значение торгового дня. Предположим, да, вот я сразу же подчеркну то, что то, что мы сейчас будем делать, нужно смотреть по закрытию дня. То есть фактически уже после того, как у нас начнется следующий торговый день, да, там чуть больше, чем через три часа, мы сможем оценить, как день был проторгован. Так вот, один из таких ситуаций, которые мы будем оценивать, это минимальное значение за торговый день. Предположим, что оно останется здесь, да, ну и если цена чуть-чуть опустится ниже, то мы сможем его скорректировать. Так вот, началом коррекции, да, началом коррекции у нас будет ситуация, при которой уже завтра, да, то есть на следующий торговый день, мы увидим пробитие и закрепление ниже минимальной значения вчерашней, ну пока еще сегодняшней торговой сессии. Вот эта ситуация нам скажет о том, что пока с покупками нужно подождать, да, то есть можно, который будет контртренд, например, пробовать продавать, да, чуть меньшим объемом, чуть-чуть меньшим риском, но пока еще не покупать. И в данном случае для нас будет наиболее интересная ситуация, когда вот эта коррекция завершится, то есть дальше она может пройти, к примеру, один день, да, может пройти там неделю, может быть две, но уже будем смотреть дальше, как ситуация будет развиваться. Так вот, наиболее интересна в данном случае будет ситуация, когда уже цена вновь начнет пробивать максимальные значения, то есть когда уже продавцы выдохнутся и вновь инициативу будут перехватывать покупатели. И как мы это сможем прочитать, к примеру, на графике, прочитать это на рынке. К примеру, у нас 23 сентября формируется день, да, вот у нас есть его максимум, есть его минимум, и он закрывается, да, то есть происходит закрытие. А на следующий день, да, уже 24 числа у нас появляется ситуация, которая обратна той, которую мы ожидаем, к примеру, завтра, да, то есть уже не начало коррекции, а ее завершение. Так вот, когда цена преодолеет максимум предыдущего торгового дня, да, в данном случае, который мы отметили здесь, вот отсюда будут вновь появляться интересные ситуации на присоединение на покупку в сторону основного тренда. И какие важные у нас будут элементы в данном случае. Это, во-первых, уровень, за который мы можем поставить стоп-лосс, да, это минимальное, опять же, значение того дня, с которого у нас и завершилась вот данная коррекция. То есть в данном случае это будет вот эта область. То есть, входя от этого уровня, да, то есть, к примеру, мы ставим стоп-лосс здесь, а ближайшая цель по прибыли у нас уже находится на максимальных значениях, которые мы видели 18-го числа. То есть мы получаем сделку соотношением потенциальной прибыли, например, 200 пунктов, потенциальный убыток 100 пунктов, да. Ну, в зависимости от ситуации, как это уже будет происходить вживую на рынке. Будем это дальше смотреть. И вот эта ситуация является интересной для присоединения на покупку, да, то есть на возврат уже к основному тренду. То есть то, что и мы будем отслеживать. Вот такая картина по паре британский фунт, да. Я, коллеги, напоминаю, что вопросы вы можете писать, писать в чат. Вот, Борис, да, вот вижу вопрос при пробитии вниз какого уровня по паре евро-доллар. Будем считать, что начался тренд вниз. Алекс, вот здесь мы говорили по паре евро-доллар. Да, я прошу прощения, что сразу ваш вопрос не заметил. Давайте пока вернемся, пока они так далеко ушли. Опять же, здесь все локально. Если говорить о продолжении вот этого краткосрочного, да, тренд, ну, в рамках часа, я называю его больше краткосрочным, потому что меньше таймфрейма мы не уходим, то сейчас это критический уровень минимального значения, которое было 14 сентября. То есть, вот если цена уходит дальше вниз, то, собственно, вот эта локальная коррекция, она продолжается. Если говорить о более крупном таймфрейме, да, к примеру, о дневном, то есть, где мы ищем уже вот критический уровень для старшего таймфрейма, то это область 1.16.50, да, то есть, те минимальные значения, которые у нас были в середине августа. То есть, там уже вот это изменение будет иметь, ну, больше, более сильные посредства для пары евро-доллар. И Борис вот задает вопрос по спреду. Да, внизу у меня включен индикатор спреда, который просто фиксирует спред на текущий момент по, там, парам, да, то есть, по евро-доллару 1.2 пункта. Я напоминаю, что по счетам Admiral Markets, по типу Admiral Markets нет комиссии и, собственно, все ваши издержки это только спред и свок. Но свок тоже по отдельным инструментам может быть положительным в зависимости от позиции. К этому сейчас мы видим, к примеру, спред, да, 1.3, 1.1 пункта по данной паре по евро-доллару. Окей, хорошо. Британский фунт тоже посмотрели, какая ситуация сейчас по австралийцу, да. Опять же, была точно такая же попытка начать восходящее движение. То есть, собственно, что мы и отслеживали в пятницу. Вот у нас, соответственно, 14 число, да, вот у нас пятница. Попытались закрепиться выше данного уровня, то есть, фактически, получили подтверждение на начало покупок от этих уровней и ближайшие уровни стоп-лосс это минимальные значения, которые были 14 сентября. И, фактически, вот отсюда можно было, да, начинать пробовать покупать со стопом за ближайшим минимумом. Но сейчас, мы фактически, вот сейчас в режиме реального времени видим, как данный сценарий отработан не был. То есть, мы не получили дальнейшего импульса на движение. Соответственно, пока по австралийцу покупки также пока отменяются, и мы вернулись вновь к коррекции по австралийцу. И сейчас тенденция на ослабление сохраняется. Поэтому вновь уже говорить о покупках мы, опять же, перестраиваем. И на текущий момент, ближайший разворотный уровень уже для начала покупок это будет пока максимальное значение, которое у нас будет сегодня. То есть, если говорить вновь о продолжении возможности на открытие позиции на покупку, то это только после уже преодоления максимальных значений, которые будут сформированы сегодня. Уже дальше, как мы только что делали по паре британский фунт и американский доллар, эта коррекция может продлиться чуть меньше. Вот эти уровни также могут перемещаться за ценой. И вот в зависимости от того, где у нас будут закрываться максимальные значения того или иного торгового дня, который мы будем отслеживать и делать обзор на ежедневные аналитики, мы уже сможем предположить, когда эта коррекция завершится. Но пока этот уровень мы можем поставить только здесь. Если покупать, то откуда, то только после прохождения данного максимального значения. Ну а пока, как я уже сказал, по австралийцу тенденция буквально на наших глазах в рамках нашего вебинара уходит ниже. Сейчас торгуется вблизи минимальные значения, которые были 14 сентября, поэтому пока с покупками нужно подождать и данный сценарий был отменен. Соответственно, тенденция на ослабление продолжается. Ирина задает вопрос, как вы двигаете в ширину. Можно справа, шкала, где у нас есть цены, вы левая кнопка мыши нажимаете и удерживаете, появляются такие две стрелочки, можно его так сужать, раздвигать. Для того, чтобы переместить чуть левее, вот здесь есть такая стрелка, его можно графиком влево-вправо смещать. Это уже настройки самого мета трейдера. Хорошо, идем дальше. Пара американский доллар и японская иена. Тут тоже довольно-таки интересная ситуация. Интересно тем, что пока идет она вразрез с тем ситуациям, которые мы видим к примеру по максимальное значение, которое было в середине августа, в начале августа, это область 110-90. То есть фактически после преодоления данного уровня мы можем говорить о том, что тенденция может поменяться на рост и мы вновь можем увидеть японскую иену в области 1.14. Так вот сейчас в рамках к примеру покупок здесь нужно быть предельно аккуратным. То есть фактически преодоление данной области говорит нам о том, что мы можем пойти дальше еще на 300 пунктов в область 114. Но пока основной сценарий остается на ослабление до тех пор, пока опять же мы торгуемся ниже этого уровня. То есть это уже долгосрочный уровень. То есть сейчас пока коррекция продолжается и она переросла из коррекции на часовом таймфрейме на 4-часовой, а вот дневной пока остается еще неизменным. То есть мы можем прийти в эту область, но если цена не уйдет выше данного максимума, то фактически завершение этой коррекции вновь позволит нам присоединиться к падению по данной паре с потенциалом на сдержание порядка 600 пунктов, если она подойдет максимально близко к этому уровню. Поэтому завершиться она может в любой уровне, может здесь, может в этих уровнях, может вблизи этого уровня сопротивления. Так вот, что мы видим сейчас локально? Локально рост сохраняется. И если говорить о возобновлении опять же продаж по данному активу, то ближайший разворотный уровень у нас находится на минимальных значениях, которые были в пятницу 15 сентября. То есть, что это значит? Это значит, что объективно говорить о том, что продажи могут быть вновь актуальны, мы сможем только после того, как пара американский доллар и японская иена уйдет ниже минимума в пятницу. То есть, уйдет, закрепится, и вот отсюда мы сможем рассматривать ситуацию на покупке. Но пока коррекционное движение восходящее у нас сохраняется. Вот такие уровни у нас могут образоваться уже на всем протяжении вот этой коррекции, пока мы идем в область 1.14, и вот эти локальные уровни будем отслеживать уже на наших ежедневных обзорах. Но пока основной настрой по паре американский доллар и японская иена идет тенденция на укрепление. И пока это коррекция. Коррекция в рамках более крупного уже таймфрейма. Если говорить о продажах, ну и те уровни, еще раз резюмируем, на текущий момент, то это минимум, который был зафиксирован на стоительстве. То есть продажи будут актуальны только после преодоления данного уровня. По канадцу. По канадцу мы также торгуемся в боковике. У нас были первые попытки начала уже, ну во-первых, коррекционное движение у нас началось после преодоления максимальных значений, которые были 11 сентября. Это был прошлый понедельник, точнее максимум был 11 сентября, преодолели его 12 сентября. И вот отсюда с этих уровней у нас коррекция началась. Теперь, что мы видели собственно в пятницу? В пятницу мы видели первые попытки закрепиться вот ниже данного уровня. Вот ниже этого уровня. Фактически сейчас тенденции на ослабление также остаются в приоритете. До тех пор, пока канадец не закрепился выше области 1.22.40. Это максимальное значение, которое было 14 сентября зафиксировано. Пока мы торгуемся ниже, не было для покупок. В пятницу у нас покупки, то есть коррекционное движение, которое было, они были отменены тем пробитием, которое у нас произошло 15 числа. Мы пробили минимум, который был 14, закрепили за этим уровнем и отсюда уже можем искать продажи. Они все так же остаются актуальны до тех пор, пока канадец не закрепился выше отметки 1.22.30, то есть выше максимум, которые были 14 сентября. Вероятность этого безусловно остается. Сейчас мы торгуемся также вблизи данного уровня, но нам для подтверждения нужно по крайней мере одну свечу, которая закроется выше данной отметки. И тогда мы сможем вновь сказать о начале коррекционного восходящего движения по данной паре. Поэтому будем отслеживать закрепление именно за областью 1.22.37, максимальное значение, которое было. ну и соответственно пока мы этого не увидели, то основная тенденция остается на ослабление американского доллара по отношению к доллару канадскому. По паре еврофунт, здесь мы также британский фунт последние две недели рос быстрее, евро. Я думаю, что все это заметили. Соответственно, и пара еврофунт падала довольно-таки активно. замедление британского фунта по отношению к американскому доллару и даст также определенное замедление уже в данном кросс-курсе. Поэтому на текущий момент один из уровней, который важно держать в голове для начала уже покупок по данному активу, это максимальное значение, которое мы видели в пятницу, это область 89.06. То есть, если говорить о покупках, то только после преодоления данного уровня. Пока мы торгуемся ниже, тенденция на ослабление остается в приоритете. а в рамках уже таких среднесрочных уровней, которые мы можем отметить, вот пара еврофунт не так давно, буквально вот этим летом, был уровень, у которого она торговалась довольно-таки долго. Сейчас мы отметим, вот этот среднесрочный уровень, вот если еврофунт сможет преодолеть данные минимальные значения, то уже в рамках более крупного таймфрейма мы можем говорить о изменении тенденции с восходящей, которую мы видели с апреля этого года на нисходящую, и тогда потенциал снижения будет уже гораздо выше. Ну, а вблизи этого уровня как раз может сформироваться сигнал на разворот, который мы увидим уже на более мелком таймфрейме, который позволит нам присоединиться к данной паре на покупку. Золото, да, далее смотрим золото, опять же, тенденция на ослабление пока сохраняется, вот те уровни, которые мы отмечали на прошлой неделе, ну, во-первых, да, начнем с того, что 8 сентября золото подошли к уровню сопротивления, да, к области в области сопротивления 1357 долларов за тройскую унцию, затем 11 сентября в понедельник открылись с гэпом, то есть уже продавцы были в этот момент сильнее покупателей и, собственно, началась коррекция, да, началось коллекционное движение. Теперь мы видим, что все, да, все максимальные значения за последнюю неделю у нас идут все ниже и ниже предыдущей, то есть цена еще не уходит выше максимальные значения, которые у нас были за торговый день, то есть мы не получаем перевес в сторону покупателей, поэтому на текущий момент тенденция, собственно, на ослабление золота также сохраняется. Если говорить о возобновлении покупок, то есть тот уровень, который у меня отмечен, это максимум также пятницы, область 1334 доллара за тройскую унцию, то пока это вот тот уровень, который мы можем отметить. как я уже говорил, то есть как мы делали с парой британский фунт, американский доллар, данные уровни могут сформироваться локально, и вот уже на наших видеообзорах, которые есть на нашем YouTube-канале, если вы еще не подписались на него, то обязательно это сделайте, поставьте колокольчик, чтобы вам приходило обновление, добавление новых видео, это наиболее удобно, то есть не нужно получать на почту какие-то имейлы, вы все сможете найти там. И вот те уровни, которые у нас будут формироваться в течение этой недели, там я об этом буду говорить, но пока этот уровень, который есть, он и остается, то есть мы придумать какие-то уровни, где цена развернется, в этом нет смысла, нужно торговать, нужно торговать ситуацию, вот те ситуации, которые будут, мы их как раз разберем. Ну а сейчас снижение по золоту продолжается, тот момент остановки, который может произойти на этой неделе, а может произойти через две, через три недели, вполне вероятно, уже мы разберем на видеообзор, который происходит у нас еженедно. Поэтому для тех, кто, например, на текущий момент остается в продаже, то рынок на текущий момент в приоритете у продавцов, тенденция на ослабление сохраняется, а те, кто ждут покупок, еще нужно немного подождать. нефть марки бренд, по нефти марки бренд мы также на прошлой неделе 11 сентября, 11 сентября, да, вот у нас был вебинар как раз здесь, и уже после обновления минимальных значений пятницы, мы рассматривали вновь возврат к продажам по нефти, но на следующий день уже фактически данный сценарий был отменен и цена вернулась уже за максимальное значение, которое мы видели в понедельник. Собственно, импульс, нисходящий, не получил подтверждения, а мы вернулись к покупкам, был преодолен, преодолена область сопротивления на 54,92 и на текущий момент тенденция на укрепление нефти также сохраняется. Если говорить о ближайших разворотных уровнях, то это также минимальное значение, которое мы видели на прошлой неделе, в пятницу это отмерка 54,95 только после закрепления ниже данного уровня, то есть ухода за него, мы сможем вновь говорить о продажах. Но сейчас тенденции на покупку остаются в приоритете по данному активу. В рамках среднесрочных уровней здесь важно отметить то, что нефть смогла преодолеть максимальное значение мая, конца мая этого года. И собственно дальше мы можем увидеть действительно рост нефти по крайней мере в область 57,14 и далее уже будем смотреть выход из этого канала. Если цена уйдет выше 57,14 57,40 то тогда уже вероятный рост далее на 70. То есть вполне вероятно, что это произойдет. но будем пока уже смотреть локально как ситуация разворачивается по нефти, потому что преодоление данного уровня нам практически отменяет пока сценарий среднесрочный на продаже по данному активу, а сейчас в приоритет уже выходят покупки. Но опять же если говорить о таких среднесрочных долгосрочных покупках по нефти, то здесь на мой взгляд имеет смысл к этому возвращаться только после преодоления 57,40 то есть преодоление закрепления за ним и тогда уже в область 70 долларов за бочку нефти марки бренд мы можем говорить. А пока тенденция локально остается на укрепление. То есть те, кто в продажах по каким-то причинам находятся, то здесь как раз важно обратить на это внимание, то что нефть сейчас растет и ей ничего не мешает это сделать. А с точки зрения фундаментальных данных, фундаментальных событий завтра мой коллега Фредерик уже расскажет на вебинаре более подробно который пройдет в 20-30 по Москве завтра. Вот вижу есть вопрос Ирина задает вопрос после роста котировок золота на 150 долларов без коррекции рыночные индикаторы в связи о признаках скорого формирования пика. Рыночные индикаторы Ирина уточните пожалуйста вы какие-то конкретные индикаторы имеете ввиду или в целом то что мы видим на рынке уточните пожалуйста ваш вопрос во-первых одним из признаков до начала коррекции если мы берем золото у нас есть область целевая то есть та область значений которую нам нужно увидеть преодоленный для дальнейшего роста на 1400 на 1500 и так далее и вот как раз вблизи этого уровня то есть на что как мы можем использовать эти уровни то есть не то что продавать от них а то что здесь нам может остановиться и начаться коррекция что собственно мы на текущий момент и видим то есть цена подошла максимум обновлен не был и мы ушли в коррекцию то есть вот эта коррекция это как набраться сил перед преодолением какого-то более важного уровня я думаю что многие из вас все это замечали то что уровень не преодолевает не преодолевается с первого раза ну вот пример этот год апрель середина апреля семнадцатого года локальный максимум затем к этому уровню подходим уже в июне в начале июня и цена его не может преодолеть с первого раза затем уходим вновь на коррекцию и вот уже со второй попытки эту область мы преодолеваем доходим до следующего уровня затем опять уходим коррекцию и вот уже так постепенно цена им нет наша основная задача найти ту фазу в которой рынок наиболее интересен для открытия позиций если говорить о покупках к примеру здесь и о покупках здесь то я больше склоняюсь к покупкам по данным то что мы разбирали то есть во-первых по минимальной цене запас ходы наиболее интересный и собственно сделка выглядит наиболее перспективно вот Григорий задает вопрос как поставить оповещение на YouTube канале очень хороший вопрос я по основным инструментам то что хотел рассказать вот я рассказал коллеги у нас еще остается несколько минут на ваши вопросы вы можете их написать по какой-то валютной паре по какому-то инструменту и мы к этому еще успеем вернуться а пока для всех участников потому что я призываю всех настоятельно подписываться на наш YouTube канал я покажу как поставить во-первых уведомление вот сейчас я делаю демонстрацию экрана и должен быть виден наш YouTube канал поставьте пожалуйста плюс если он у вас появился давайте для проверки сделаем просто что вы его видите да отлично вот сам канал во-первых нужно нажать на подписаться чтобы вы были подписаны и вот справа есть колокольчик можно поставить на него нажать и у вас в левом нижнем углу появляется такое уведомление что будут появляться напоминания и как это будет выглядеть как только загружается какое-то видео на YouTube канал либо начинается трансляция у вас в правом нижнем углу будет всплывать такое окошко что Нуромаркет загрузил новое видео нажимаете кликайте и уже можно будет его посмотреть еще раз скидываю ссылку на наш YouTube канал в чат и всем рекомендую это сделать еще вижу вопрос Григорий спасибо отпуск уже запланирован но обязательно в следующий раз учту да коллеги я напоминаю что для тех кто присоединился к нам чуть позже я на следующей неделе буду в отпуске поэтому у нас следующий вебинар который по расписанию должен пройти 25 сентября его не будет вы все тоже сможете отдохнуть и мы возобновим уже 2 октября поэтому поставьте себе галочку в вашем расписании что в следующий понедельник вебинара не будет и также будет пауза по нашим ежедневным обзорам то есть на этой неделе с 25 по 29 сентября я не смогу выкладывать видеообзоры и мы уже вернемся к штатному режиму начиная со 2 октября мы готовим для вас большое количество нового контента большое количество обучающих вебинаров обучающих курсов онлайн и осень обещает быть интересной я думаю что для всех это будет полезно также коллеги я напоминаю что мы тестируем новый формат новый формат аналитики мой коллега предерик 21 21 20 уже начинаю заговариваться прошу прощения 20 числа в среду в 21.00 будет проводить перевод онлайн прямой трансляции на которой будут изменяться возможные изменения то есть решения по процентной ставке я приложил в чат ссылку на эту онлайн трансляцию вы на нее также можете поставить нажать на колокольчик чтобы вам они напомнили система вам напомнит но имейте ввиду что зайдя на наш ютуб канал в 21.00 в среду 21.00 это по московскому времени вы сможете присутствовать онлайн когда предрит будет переводить то что сообщено на заседании форекс по процентной ставке он будет откроет терминал будет сразу же смотреть реакцию на рынок и такой формат будет наиболее интересен потому что очень часто приходится либо читать перевод на обработку требуется время а сейчас для вас это будет все в режиме реального времени и я думаю что это будет максимально интересно ну и также коллеги не забывайте к видео которое вы смотрите всегда ставить лайк оставлять ваши комментарии потому что ваши лайки от этого никуда не уйти это практически подтверждение того что мы все делаем правильно и вам этот контент нравится мы безусловно будем его увеличивать будут как я уже сказал новые вебинары новые темы но ваша поддержка она очень важна и нужна нам соответственно коллеги я напоминаю что завтра будет вебинар несколько видоизменен вебинар который проводит Фредерик это 4 торговые идеи на неделю и на следующей неделе 27 сентября вебинар который называется трендовые индикаторы 5 эффективных стратегий то есть также мы в рамках того чтобы познакомить вас с новыми торговыми стратегиями проводим вебинары вот ссылка на вебинары на весь сентябрь да практически весь октябрь регистрируйтесь на те которые вам интересно и ну так же чтобы их не пропустить то есть делайте для себя заметку когда стоит присутствовать онлайн на этих вебинарах ну и коллеги напоминаю что моя почта для ваших вопросов предложений пожеланий всегда открыта да если вам требуется какая-то помощь пишите обязательно мне на почту и я со своей стороны либо направлю вас к вашему менеджеру либо постараюсь ответить вам на ваш вопрос который у вас появился итак коллеги ну кажется все все сказал да то есть мы обо всем поговорили посмотрели те тенденции которые сейчас на рынке есть да на что важно обратить внимание поэтому приходите завтра на вебинар к Фредерику где он уже с позиции фундаментального анализа расскажет что на рынке будет преобладать да что на него будет непосредственно влиять ну и в среду в 21.00 приходите на онлайн трансляцию решения по процентной ставке хорошо коллеги тогда если вопросов нет будем на сегодня прощаться желаю всем хорошей торговой недели хороших двух торговых недель потому что вот так в режиме онлайн мы с вами увидимся через две недели и уже продолжим с октября продолжим наше погружение и вернемся к нашим разборам к нашим сделкам и будем смотреть дальше да спасибо за пожелание да все спасибо большое коллеги за пожелание хорошего отпуска буду стараться и вам также хороших продуктивных двух недель вернемся я буду от вас ожидать большое количество вопросов на почту и собственно с этого и начнем наш следующий вебинар который еще раз напоминаю пройдет 2 октября а вебинар 25 сентября его не будет все всем спасибо и до свидания и до свидания Продолжение следует...